Здравствуйте! Вы смотрите проект в Косте. Сегодня с нами прекрасный дуэт, который состоялся как в спорте, так и в жизни. И так с нами российские фигуристы Алексей Тихонов и Мария Петрова. Здравствуйте! Алексей Тихонов и Мария Петрова – российские фигуристы, завоевавшие множество наград в парном катании. Они являются двукратными чемпионами Европы, чемпионами мира и России. После ухода из большого спорта Мария и Алексей по-прежнему не расстаются с коньками и являются постоянными героями телевизионных ледовых проектов, а также неизменными участниками всех показательных выступлений по фигурному катанию в России. Очень мне приятно видеть вас в Владивостоке. Вы здесь создаёте замечательное новогоднее настроение зрителям, которые приходят на ваши шоу. А как внутри вашей семьи, если на это хватает времени, создаётся вот это предчувствие Нового года? Ну, во-первых, позвольте нам сказать слова приятные, слова благодарности в адрес зрителя. Очень тепло нас встречают и очень тепло поддерживают. И мы это вот такое вот прям... Несмотря на то, что у вас всегда очень холодно, и мы всегда не знаем, что, дети, в чём прилететь. Но зритель, зритель великолепный, душевный, всегда очень отдаётся и наполняет нас этим теплом и этой эмоцией. В отношении Нового года в семье мы обожаем этот праздник. И не знаю, с чем это связано. Наверное, с тем, что Новый год всегда какое-то ощущение, ощущение чуда, ощущение сказки, ощущение того, что что-то произойдёт, обязательно. Пусть это будет что-то небольшое, но тем не менее, и мы до сих пор, как это ни странно, кто-то мне недавно сказал, чудес не бывает, не надо в это верить. И я понимаю, что я с ним не согласен, потому что я верю в чудеса до сих пор по каким-то причинам. Наверное, потому что вы их умеете создавать на арене. Возможно. И поэтому они случаются в жизни всегда. А ещё Новый год – это семейный праздник. И для нас это такая, в общем, приятная возможность, когда мы можем собраться с семьёй. Мы всегда стараемся в Новый год при любых обстоятельствах быть дома, быть семьёй, нарядить живую ёлку, накрыть стол и отпраздновать его, как у нас в России это делают. Вы являетесь постоянными участниками проектов Ильи Авербуха, о которых Алексей Гудин, который накануне был у нас в гостях, очень комплиментарно сказал, что проекты Ильи – это лучшее, в чём мне приходилось принимать участие, имея в виду после завершения карьеры в большом спорте. Находясь внутри вот этого всего движения, как вы чувствуете, какое развитие происходит? Насколько вам нравится то, как перетекает от одного шоу к другому в плане идей, в плане каких-то технологий, которые используются? Мы очень давно сотрудничаем с Ильёй и дружим. И, наверное, однажды, это был вот в 2002 году, с Ириной Лобачёвой он стал серебряным призёром Олимпийских игр в Salt Lake City. И он сказал, так, ребята, я сделаю тур по России, показательные выступления, которые раньше существовали, которые потом прекратились. И он говорит, я хочу возродить эту традицию, мы будем ездить с вами по городам. И как-то мы так спокойно к этому отнеслись. То есть мы были за, но, думаем, отдавали себе отчёт, насколько это сложное дело. Но, тем не менее, потихонечку это пошло. И сколько Илья затрачивал на это силы и энергии. И потом появился проект «Звёзды на льду», который перерос в ледниковый период, которому сегодня исполняется 10 лет. Без которого, наверное, уже целое поколение зрителей вообще не может себе представить. Абсолютно, абсолютно. И потом появились «Огни большого города». Первый такой спектакль, мюзикл. Это было что-то невероятное такое, что вот создалось, и кажется, ну всё, это вершина творчества. Потому что дальше идти непонятно куда. Ну да, куда уже дальше? Уже вроде и там и лёд, и танцоры, и поют, и всё делают. Что ещё можно? И декорации там очень красивые были. Ну что ещё возможности? И вдруг полтора года назад Илья говорит нам, ну то есть у него это раньше идея заразилась, конечно же, и он говорит, будем делать «Кармен». А мы боимся, потому что боимся, почему? Потому что было столько всего, настолько интересного и классного, как для катальщиков, и особенно для зрителей, потому что эти вещи, эти проекты, которые ты не увидишь нигде больше в мире, которые создаёт Илья Авербух вместе с нами, вместе со своей командой. Такого действительно нигде нет. И мы думаем «Кармен, ну а как? А что мы покажем? Мы же уже практически всё показали». То есть мы думали, как можно сделать лучше, уже было классно, как ещё можно, как вообще, что это такое будет? А каждый раз получается, что это ещё лучше, ещё лучше. Во всём, во всём. Считая того, от декораций, от цвета, всё модернизируется. И причём у фигуристов начинают лучше кататься, лучше работать. Во-первых, у нас растёт опыт именно актёрского мастерства. Это всё улучшается, улучшается, и каждый раз думаешь, когда же наступит предел. Но предела пока, мне кажется, нет. Мы, участвуя и получая огромное удовольствие от ледникового периода, от своих партнёров, от катания с ними, и принимая что-то, впитывая вот эту науку актёрства, в той или иной степени, мы проходим большую школу, которая позволяет нам становиться лучше, я надеюсь. И это важно для всего, для нас лично, для компании Илья Авербуха, для тех проектов, которые он делает, и, безусловно, для зрителя. Мы порой такие думаем, ну, слушай, откуда у тебя столько энергии, Илья? Как ты это всё, сколько ты спишь, как ты всё это, вдвигаешь вот эти махины? Он, конечно, счастливчик, он, конечно, удачлив, как многие из тех, кто в нашей компании там... Мы знаем, что если мы летим с Алексеем Ягудиным, например, да? То самолёт обязательно улетит, что мы обязательно вовремя прилетим, что всё у нас сложится, да. Потому что мы едем на автобусе куда-нибудь, и так, до отхода поезда или самолёта осталось там 20 минут поезда, да, если это поезд, то... И мы такие, не успеваем, не успеваем, администратор бегает, и там... И Ягудин такой, всё будет нормально. И мы действительно запрыгиваем практически, последний чемодан на ходу уже, поезд трогается, но успели же, успели. И вот эта удачливость, вот эта счастливая звезда, которая есть у многих из нас, но в большей степени, наверное, у Илюши Авербуха, пусть она сияет и горит долго, и вот направляет его в его жизни, в его творчестве, в его таланте, а мы будем где-то рядом. Из того впечатления, которое можно вынести о вас, просматривая какие-то программы, интервью с вашим участием, вы люди абсолютно положительного обаяния. Не хотелось ли в этом смысле постановку, где перед вами ставятся актёрские задачи, попробовать выразить отрицательное обаяние? Очень хочется, вообще, просто прошу, Илья, он говорит, ну как, а кто будет, кто будет играть, кто будет вот свет нести? У нас всё время, и в Кармен, мы несём заключение спектакля, у нас такая роль, что там происходит трагедия, трагедия, а мы должны показать, что всё-таки жизнь продолжается, что всё возвращается. Что история бесконечная, она будет продолжаться, что любовь сама бесконечна. Что любовь бесконечна. Маша говорит, дайте мне какие-то химрус, дайте ли кого-нибудь там. Просто пока что Илья не понимает, наверное, что я могу быть залючкой, а мне хочется попробовать. Когда ты играешь одну и ту же роль, не то, что я хочу быть плохой, а просто хочется попробовать себя, пробовать себя в разном. То есть, может быть, я и буду и хуже играть эти роли, но просто для меня это будет всё равно шаг, шаг большой, и мне это интересно. Ну да, как-то исследовать свои возможности, собственно. Ну в чём нам помогает очень сильно ледниковый период, потому что это то место, это тот проект, где ты имеешь возможность каждую и каждую неделю делаешь новую историю, новый номер, новую программу придумываешь. И вот здесь, конечно, неограниченный полёт фантазии. И вот Мария, чем всегда отличалась в парах со своими партнёрами, это с Игорем Бутманом, джазменом нашим великим, с Мишей Голустяном, это тоже отдельная история. Особенно, наверное, Аскольд Запашный. То, что делала Мария с Аскольдом, это было интересно смотреть. Ты каждую секунду, ты, ой, а что будет дальше? И там какое-то появилось, не знаю, некое существо потустороннего мира. И как они из этой истории вообще будут выходить дальше, что будет происходить? Ну, и интересно, и ты понимаешь, что вот ледниковый период, это как раз то место, та возможность, когда ты... Где можно себя пробовать, пробовать, экспериментировать и искать. Вот, кстати, ледниковый период 4 какого? 4 марта. 4 марта. Приедет в гости в Владивосток. Замечательно, что у вас есть Фетисов арена, где может собраться большое количество зрителей. И те люди, которые из года в год приходят, нам спасибо им огромное, мы ждём вас снова. И приводите своих знакомых, друзей, будет весело, будет здорово. Александра, вас, конечно, мы приглашаем в первую очередь. Спасибо большое. В отношении вашей дочери Полины, вас с завидной регулярностью, когда ей было 3 годика, 4-5 спрашивают. Ну, вы-то планируете уже приобщить ребёнка к тому делу, которому, казалось бы, нет шансов, чтобы она не приобщилась к фигурному катанию? Сейчас, вы сказали, ей уже почти 7, так это случилось? Случилось, она уже второй год катается. Ну, понятно, что это ещё только начинание, что она только делает первые шаги на льду, но уже достаточно уверенно, хорошо стоит уже, делает все одинарные прыжки. Вот, и ей уже это нравится. Первые две недели особенно, ну, практически месяц, когда мы Полину привели в школу фигурного катания, и ребёнок на тебя смотрит глазами такими невинными, и вот слеза, она вот, вот секунды, и она готова уже побежать по лицу. И не мой в глазах вопрос, зачем вы, мама, с папой, это делаете со мной? Зачем мне это нужно? Нет, это ещё происходит в 6 утра, понимаете? Потому что очень рано. Да, здесь моя дочь Маша, она такая, доченька, ну, это тебе обязательно пригодится в жизни, всё будет хорошо, и я тоже, у меня сердце щемит, и я, дочь, всё будет хорошо, иди катайся, это тебе очень сильно поможет. Ну, мы многие, разные слова находили для того, чтобы её поддержать, и она вроде как бы, ребёнок в процесс входит и забывается, и нормально уже. Но первый месяц – это что-то. Сейчас прошло не полтора года, чуть меньше, да? Ну, уже почти полтора года. Больше года, да. Больше года прошло, мы видим, насколько ребёнок, насколько наша дочь стала сильнее, быстрее, выносливее, координированнее, интереснее. И ты понимаешь, что, как минимум, я не знаю, будет ли она спортсменкой, и если выберет этот путь, мы её будем поддерживать, если нет, ничего страшного. Но то, что вот эта заложена любовь, желание трудиться и делать хорошо – это просто фантастика, и нельзя деток не отдавать в секции какие-то, в спортивные, в танцевальные, в музыкальные. А кроме науки, естественно, и всего другого в жизни, просто это нужно делать, потому что это большая польза, это дисциплинирует. И правда, где это скажется в жизни, я не знаю, но это обязательно поможет любому ребёнку, и нашей дочке в том числе. Это сложно, но это можно, это возможно, это нужно, потому что всё равно нужно, и причём не нужно особо давить на детей, но это же нужно им объяснять. Для чего? Не просто отдать, вот я хочу, чтобы ты занимался плаванием, фигурным катанием, уходил в музыкальную школу, то-сё. Нужно родителям грамотно объяснять, слушай, вот фигурное катание для девочки, например, очень красиво, ты всяко научишься танцевать, ты будешь женственным, у тебя боится осанка, даже если что-то не получится. Но всё равно будут задатки очень вложенные в ребёнку, это красота. Ну и конечно, вот низкий поклон родителям, мамам, папам, бабушкам, дедушкам, тётям, дядям, всем, братьям, сёстрам, всем тем, кто помогает осуществить это, потому что на самом деле... Это правда всегда семейный подвиг, да. На самом деле, кроме ребёнка, в принципе, дети очень быстро восстанавливаются. Мы вот, глядя на Полину, и я вспоминаю себя в детском возрасте, я абсолютно не помню шестичасовых, семичасовых утренних тренировок, потому что, ну, память их забыла и отбросила, и всё. Это подвиг родительский в большей степени, и, конечно, мы это прекрасно понимаем, слава богу, что у нас есть бабушки, которые просто мамы наши помогают так, и дай бог им здоровья. И вот всем родителям, всем вам низкий поклон за то, что... за ваше терпение, потому что без этого ничего не может... не случиться чудо. Причём вы, насколько я знаю, довольно часто принимаете участие, ну, в каких-то вот праздниках ледовых и так далее, там, где можно вот буквально тет-а-тет пообщаться с маленькими фигуристами или с их родителями, которые приходят вот к нам на интервью, пришли вот буквально с катка, где происходило такого рода общение. Поэтому я думаю, с той стороны камеры, в вашей стороне тоже будут огромные слова благодарности, что вы, ну, своего рода поддерживаете эту мечту, да, и своим примером даёте понять, что она действительно вот осуществима. Ну, мы надеемся, что это так. Так что спасибо вам огромное. Спасибо. Спасибо, что заглянули к нам в гости. Вам, Александра. Спасибо большое, что пригласили. Зрителям всем мы передаем огромный привет. И верьте в чудеса. Они случаются. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!